Приветствую вас, друзья! Желаю вам здоровья, счастья, успехов, вопреки всем обстоятельствам. Этот целебный ролик я решил записать для всех, кто хочет научиться сбрасывать стрессовое состояние. К сожалению, в нашей школе «Человек будущего» много раз я показывал и ключевое дыхание, одну минуту, и волну. Но когда человека достигает стресса, почему-то многие вдруг забывают об этом. И поэтому я сейчас именно в реальном времени с вами поговорю, позанимаюсь, чтобы вы вышли из стрессового состояния и научились сами всегда это делать в любой момент, в любом месте, когда вам удобно это сделать. Ну, хорошо, когда вы это делаете, сидя, первый раз. Вы сядьте, пожалуйста, удобно, да. Тут нет необходимости держать спину именно ровно или голову каким-то образом. Держите себя как вам свободно. И не старайтесь расслабляться. Потому что, когда вы стараетесь расслабиться, это первая ошибка. Человек, который хочет расслабиться, не должен в этот момент заставлять себя расслабляться. Не должен в этот момент выгонять мысли плохие. Он должен пустить мысли на самотек. Вот как думается, о том и думается. Как переживается, о том и переживается. Не надо с собой бороться. Никакие практики духовного типа не нужно делать через насилие над собой. Не нужно делать за счет силы воли. Для восстановления нужно отпустить себя. Это называется разгрузка. Побыть самим собой. А для этого надо пустить мысли на самотек. Переживать, о чем переживается. Дышать, как вам дышится. Желательно через нос. Потому что, если человек научится дышать только через нос, у него многие болезни отпадают. Кому-то трудно дышать через нос. Ну ладно, дышите, как дышится. Потому что ключевое дыхание одну минуту делается. И оно сразу снимает все напряжения. Вы сейчас это заметите. И потом мы подключим волну. Это уникальное совершенное действие, Когда вы продолжаете переживать или думать о чем думается на фоне автоколебаний. Которые делаются легко, свободно, так как вам приятно. И думать в этот момент о чем вам думается. Переживать о чем переживается на фоне автоколебаний. Это и называется волна. Уникальнейший прием. А теперь ключевое дыхание в начале. Значит, вы дышите, как дышится, естественным самым образом. Думаете, о чем думается. И в это время прислушиваетесь. К фазе вдоха или выдоха. К теплу. У кого-то тепло возникает, когда он выдыхает. На соглотке. У кого-то, когда он вдыхает. На соглотке. Да, прислушивайтесь одну минуту. Этого достаточно. Прислушивайтесь к теплу, который вы ощущаете. Прислушивайтесь, присмотритесь к себе. Когда у вас теплее. Когда вы выдыхаете или когда вдыхаете. И думайте в это время о чем думается. Пустите мысли на самотек. Переживается, переживайте. И так минута пошла. Думайте, о чем думается. Переживайте, о чем переживается. Не прогоняйте никаких плохих мыслей. Какие есть, такие и есть. Пустите их на самотек. Как дети. Прислушивайтесь. Да, и прислушивайтесь. Что у вас теплее? Фаза вдоха или фаза выдоха? Одну минуту. Прислушивайтесь. Делайте, делайте. Если там появится соглилость, не удивляйтесь. Это закономерно. Это естественно. Потому что там успокоение происходит естественно, автоматически. Прислушивайтесь. Прислушивайтесь к теплу. Дышите свободно, естественно. И думайте, о чем думается. Переживайте, о чем переживается. Может быть, у кого-то и слезы пойдут, потому что идет автоматическое расслабление. Снимается автоматически напряжение, которое накопилось за все это время. Все снимается. Все обнуляется. Освобождается. Да. Это такое приятное ощущение прислушивания к теплу. Тепло – это комфорт. Тепло – это благо. Тепло – это хорошо. Тепло – это защищенность. Тепло – это безопасность. Тепло – это приятность. Когда вы прислушивались к теплу, у вас постепенно происходит приятное состояние. Независимо ни от чего. Это состояние внутри нас. В этот момент, когда вы прислушиваетесь к фазе тепла, на вдохе она или на выдохе, постепенно происходит естественное успокоение, естественное расслабление. Я не буду вам мешать полминутки. Продолжайте прислушиваться к фазе тепла. Если вам хочется закрыть глаза, теперь уже можно прикрыть глаза. Если вам не хочется закрывать глаза, не закрывайте. Сидите с рассеянным взглядом. И прислушивайтесь к фазе тепла. Очень хорошо. Продолжайте. И теперь подключайте волну. Это вы продолжаете думать, о чём думается, и начинайте слегка покачиваться. Да, просто сидите вот так и болтайтесь, как вам приятнее. Теперь делайте так, как вам приятнее, как вам свободнее. Хотите вперёд-назад, хотите головой по кругу, хотите плечами, вот так вот делайте. Хотите вот так делайте. Как вам приятнее. Вот вы сидите, и вот так вот, как волна. Волна, помните, волна моря, волна океана. Помните, как дирижирует дирижёр. Волна моря, да, как тополётчик на ветру качается, как лилия в воде. Волна. И вы на этой волне. Вот это автоколебание. И на волне автоколебания. Вы думаете, о чём думается, переживаете, о чём переживается. Хочется закрыть глаза, закрывайте. Хочется держать их открытыми, держите открытыми. С рассеянным взглядом. Хочется плакать, плачьте. Хочется зевать, зевайте. Хочется стонать, стоните. Хочется кричать, кричите. Хочется дёргаться, дёргайтесь. Всё, что происходит, пусть происходит. Выпускайте этот пар. Выпускайте это напряжение. Выпускайте, выпускайте. Побудьте сами собой. Это целебный ролик. Так, побудьте сами собой, как дети, как дети, как дети, побудьте сами собой, освободитесь от напряжения. Конечно, это называется разгрузка, это называется санаторное состояние, когда вы восстанавливаетесь, когда восстанавливаются все истощенные и нарушенные функции, и происходит гармонизация. Это такое приятное состояние, когда вам хочется продолжать и продолжать автоколебания, и думать о чем думается, и не прогонять и плохие мысли, они сами растворяются. Они сами растворяются, когда вы делаете это, автоколебания, соединяя это с переживаниями, с мыслями о чем думается, пусть или мысли на самотек. И так в реальном времени, и в этот момент вы никуда не спешите. У вас есть еще несколько минут, вы никуда не спешите. И когда вы никуда не спешите, вы начинаете ощущать приятное состояние растворения. И в этом состоянии вам хочется пребывать, и пребывать, и пребывать, и эта волна успокаивает, она снимает все стрессы, и вы растворяетесь, и там появляется ощущение глубинного душевного покоя. Это состояние необыкновенно целебное. Это состояние, в котором отдыхает нервная система, в котором восстанавливаются все истощенные и нарушенные функции организма, в котором 15-20 миллиардов клеточек мозга накапливают запасы питательных веществ, в котором включаются гормоны внутренней аптеки, эндорфиноподобные вещества. В крови концентрация адреналина снижается, а эндорфины повышаются. А эндорфины – это гормоны радости, это гормоны хорошего состояния, это гормоны хорошего настроения, это гормоны исцеляющие, исцеляющие весь организм, это гормоны, дающие здоровье, дающие здоровье. Вместо адреналина – эндорфин, и вы таким образом на волне качаете из внутренней аптеки организма эндорфиноподобные гормоны. И вы поэтому в этот момент уже, как в санатории, отдыхаете и восстанавливаетесь. Конечно, стрессы растворяются, и появляется ощущение глубинного душевного покоя. Покой – это такое приятное состояние, когда вам так хорошо, наконец, вы отдыхаете, как давно не отдыхали. Конечно, вы были уставшие, вы были измождённые, вы были напряжённые, у вас были напряжения, может быть, тревожность, может быть, страхи, может быть, ожидание каких-то негативных ситуаций. А сейчас вы отдыхаете, вы восстанавливаетесь. Это целебный ролик. И вы его будете смотреть каждый раз, несколько дней подряд, в удобное для себя время. И он будет помогать вам снимать напряжение и восстанавливаться. Вот это восстановление целебное. Это не просто отдых, это не просто санаторий. Это гармонизация. Это гармонизация. Когда и душевное состояние, и физическое состояние приходят в гармонию, вы успокаиваетесь, и происходит согласование психических и физиологических процессов, и образуется целостность. Целостность – духовная, физическая целостность. А целостность в переводе – это здоровье. Вы выздоравливаете. Несколько дней подряд, дней пять или шесть. Это курс. В удобное для себя время вы делаете вот это ключевое дыхание одну минуту или полторы и подключаете волну. И переживаете, о чём переживается. И думаете, о чём думается. И вы заметите, что мысли растворяются. Неприятные ощущения уходят. И вы погружаетесь в приятный покой, в бездонную глубину душевного покоя и уверенности. Да, да, да. Там безграничный покой. Это контакт с вечностью. И там вы черпаете силы. Силы восстанавливаются. Батарейка мозга заряжается. Как смартфон, который поставили на зарядку. Да, 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 да. Вы с каждым днём будете чувствовать, что вы лучше спите, бодрее просыпаетесь. Чувствуете себя сильными целый день. Как в детстве. И как в детстве, когда набегаешься целый день на свежем воздухе и ложишься спать. И упирается щека в тёплую подушку. И ты дышишь тепло. Тебе тепло. Как котёнок засыпает, засунув носик в лапку. Поэтому каждый раз вы начинаете с ключевого дыхания, прислушиваясь к фазе тепла. И засыпаете детским, богатырским, младенческим сном. Как в детстве. Как вы спали хорошо. Детским, младенческим, богатырским сном. И у вас улучшается сон. И вы спите. Спите глубоко и крепко. Как в детстве. До самого утра. До самого утра. А утром вы будете просыпаться свежими, с хорошими силами. И потянетесь. И когда вы потянетесь, вы вот так потянетесь и скажете себе, ах, как хорошо! Ах, как хорошо! Ах, как хорошо! И настроитесь на целый день, что целый день пройдет так прекрасно, вопреки всем обстоятельствам. И так и будет, потому что в этот момент вы заряжаетесь энергией. Когда вы потягиваетесь и говорите себе, ах, как хорошо! Вы уже настраиваетесь на целый день. Вы уже настраиваетесь. И никакие обстоятельства не нарушат вашего хорошего настроения и самочувствия. Да, вы крепнитесь каждым днем. Это целебный ролик. Вы его смотрите каждый раз, когда у вас будет стресс. И вы заметите, что он помогает вам снимать этот стресс. И вы одновременно с этим научаетесь навыку управлять своим состоянием, поддерживать у себя гармонию, баланс, поддерживать у себя равновесие, поддерживать у себя состояние мудрости. Потому что мудрость в равновесии. Все зависит от вашего эмоционального состояния, от вашего отношения к стрессам. Потому что не сам факт по себе значим в данном случае. Работает человеческий фактор. Ваше эмоциональное отношение к факторам. Любой стресс можно превратить в стресс-трамплин для своих новых достижений. Любую боль можно использовать для того, чтобы настроиться на хорошее настроение. Любую обиду, любую неприятность можно переживать на фоне волны, переживая, о чем переживается, думая, о чем думается, никуда не торопясь эти 5-10 минут. И вы будете ощущать, что наступает глубинный душевный покой. И в этом состоянии восстанавливается нормальное отношение к жизни, нормальное отношение к себе. Вы начинаете получать точку опоры. Вы начинаете понимать, как лучше решать проблемы. Вы начинаете чувствовать, что в любой ситуации вы чувствуете себя защищенным, потому что у вас есть точка опоры, потому что вы знаете, что в любой момент вы можете снять стресс и настроиться на хороший лад и решить все свои проблемы. Потому что тупиков не бывает. Тупики только внутри нас. А если вы снимаете стресс, голова лучше соображает, и вы находите всегда лучшее решение. И вы заметите, что то, что казалось вам вчера невозможным, сегодня уже начинает становиться доступным. вы начинаете решать те вопросы, которые раньше не могли решить. Эти вопросы могут быть самые разные. И бытовые вопросы, и вопросы личных отношений, и вы найдете слова, как поговорить, и с сыном, и с дочкой, и с соседом, и с любым чужим человеком, и даже с проблемным собеседником. Все у вас будет получаться, потому что, когда голова лучше работает, все лучше получается. А с больной головой и ногам покоя нет. И спать будете лучше, и чувствовать себя будете лучше. Сделайте этот курс. Пять-шесть дней в удобное время. Ключевое дыхание одна минута или полторы. и волна столько минут, сколько вам хочется. Потому что это восстановление гармонии в себе и с миром. Делайте, делайте. Мы сейчас делаем в реальном времени, и вы заметите, у кого-то из вас слезы идут, у кого-то хочется подергаться, кому-то хочется стонать, кому-то хочется, может быть, вот так делать. Делайте, как делается. Побудьте, как ребенок. Делайте, как делается, побудьте самими собой. Дайте себе свободу. Свободу мыслей. Думайте, о чем думается. И делайте, как делается. Как организм подсказывает. Организм делает подсказки. Вы слушаете свой организм. И когда вы сделали ключевое дыхание и вышли на волну, продолжая переживать, о чем переживается, добавляйте те действия, которые организм хочет сделать. Это подсказки природы. И вы заметите, что стресс растворяется, все становится спокойнее. Только не торопитесь. Самое главное здесь не спешить. И поэтому, когда вы садитесь, делать ключевое дыхание и делать волну. Не надо сразу закрывать глаза и стараться расслабиться. Это ошибка. Отпустите мысли на самотек. Вы закройте глаза, когда захочется закрыть глаза. Вы захочется двигать головой, когда захочется двигать головой. Вы захочете дергаться, когда захочется дергаться. или плакать, когда захочется плакать. Ничего не надо делать искусственно. Это так просто. Это так естественно, что поэтому людям и в голову не приходило. Даже не учили этому со школы. А теперь в школе человек будущего я вас учу этому. Чтобы снять стресс, не надо с собой бороться. Прислушайте себе, что вам подсказывает организм. То и сделайте. А ключевое дыхание и волна это базовая основа для этого. До встречи, друзья. Просмотрите этот ролик несколько раз и вы заметите, что у вас начинает все лучше получаться. Не только ключевое дыхание, не только волна. Жизнь начинает улучшаться. Появляется новое отношение к стрессам и новое качество самой жизни. До встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok